На улице Восстания сбили пешехода. По словам мужчины, управлявшего автомобилем Рено, пешеход вышел на дорогу в неположенном месте. Более того, он был не трезв. В руках у него была бутылка, которой он, падая, разбил лобовое стекло машиной. Бутылка, кстати, не разбилась. Пострадавшего доставили в седьмую городскую больницу. Вечером на выезде из Казани на Оренбургском тракте произошло серьезное дорожное происшествие. Водитель за рулем иномарки на полном ходу врезался в стол посвящения. Его с подозрением на сотрясение мозга госпитализировали. В машине сработали все подушки безопасности. Это и спасло жизнь водителям. Он сильно ударился головой. Приехавшие на место происшествия медики скорой помощи доставили его в республиканскую больницу. Скорее всего, причиной аварии стало превышение скоростного режима и мокрая дорога. Сегодня в течение дня в городе шли проливные дожди. Младочная к за рулем автомобиля Киа не справилась с управлением и залетела на разделительный газон. Иномарка врезалась в столб освещения. Удар был такой силы, что электроопора согнулась до земли. После чего иномарка вновь оказалась на проезжей части, где ее развернуло почти на 180 градусов. К счастью, дорога была свободна и столкновения с автомобилями не произошло. Чтобы убрать разбитую машину с трассы, понадобилась помощь эвакуаторам. Еще одно ДТП с пострадавшим водителем произошло на перекрестке улиц Можайского и Горьковского шоссе. Лада 14-й модели вылетела навстречу и столкнулась с Калиной. Секунды произошло, я ничего не помню. Видел, что Мерседес тормознулся, я тоже тормознулся, у меня машинка крутилась. По словам этого человека, виновник ДТП скрылся с места происшествия. Водитель Мерседеса, номера которого мужчина за рулем 14-й не запомнил, создал аварийную ситуацию и уехал в неизвестном направлении. Я ехал оттуда, где-то 40 ехал. Впереди Мерседес тормознул, я вот хотел тормозить, но как чуть-чуть нажал, у меня машинка крутилась. Машина выехала на полосу встречного движения, где ехала Лада Калина. В следующий момент произошла авария, в результате которой пострадал водитель Лады Калины. Его с переломом руки доставили в 12-ю городскую больницу. А он этот, в сознании, все нормально, а в какую больницу везли? В 12-ю. Из-за аварии на этом участке дороги образовалась пробка. Водителям пришлось выезжать на встречную полосу. Разбитым машинам понадобилась помощь эвакуатора, так как они получили серьезные технические повреждения. На улице Пушкина троллейбус на полном ходу врезался в стену. Как рассказали очевидцы, водитель вышел из электротранспорта, чтобы поправить слетевшие контактные дуги. Для этого он залез на крышу. В какой-то момент машина поехала и ее вынесла на встречную полосу. Только чудом троллейбус никого не задел и, не успев набрать высокую скорость, врезался в стол. По словам водителя, во всем виноват неисправный стояночный тормоз. Когда мужчина занимался ремонтом, ручник сорвало. Люди в ДТП не пострадали. Вечером на улице Восстания на припаркованный автомобиль рухнуло дерево. Машина получила серьезные повреждения кузова и крыши. Местные жители рассказали, что проблема с падающими деревьями давно нависла над их двором. По словам людей, они не раз обращались в управляющую компанию, но в ответ получали лишь отписки. После случившегося они в очередной раз позвонили в исполком. Однако никакой реакции снова не последовало. Местные жители возмущены, ведь рядом с их домом часто гуляют родители с детьми. И в следующий раз в результате происшествия могут пострадать люди. Дерево не подпилили, это не саботаж какой-то, оно упало. Причем руководство, администрации знали о таких возможностях. Такие случаи, то есть не первый раз. И то есть без действий с вчерашнего дня? Да. Совершенно никакого. То есть никто не приходил, даже не посмотрел, что тут вообще происходит. То есть совершенно ноль внимания. Обычно тут, наверное, пару часов и одна бензопила, но даже этого делать не хотят. Здесь падают, часто уже на машине падали. И на ребенка может упасть. Вон там лежат сзади береза сухая. Чуть-чуть вот там сзади меня лежит упавшая вчера, тоже береза сухая. Там лежит в проходе. Там уже стволы серьезнее, чем этот. Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу об организации сети борделей. По материалам уголовного дела, во главе преступного бизнеса стояла 29-летняя Рузана Сабитова. Под ее покровительством было несколько десятков девушек, в том числе и несовершеннолетней. По версии следователей, как минимум трех удерживались силой. На скамье подсудимых сегодня оказались четверо. Сама Рузана Сабитова, ее помощник Эдуард Галеев и таксисты Адель Хази Ахметов и Олег Еврошин. Судя по тому, как вели себя Рузана Сабитова и Эдуард Галеев за решеткой, связывали их не только бизнес-отношения. Стоит сказать, что молодой человек не впервые оказывается на скамье подсудимых. Совсем недавно он вышел из места заключения, где отбывал наказание за избиение. В этот раз ему вменяются куда более серьезные статьи. Они в составе организованной группы совершили вовлечение лиц в занятия проституцией с применением насилия, в том числе и несовершеннолетних лиц с угрозой применения насилия. Незаконный бизнес существовал почти шесть лет. Все это время сутенеры подыскивали работниц при помощи обычных объявлений. Текст везде был примерно одинаковым. Требуются девушки. Зарплата высокая. Она, согласно ее собственным показаниям, не сразу поняла, чем хотят ее заставить заниматься. И по приезде отказалась от занятий. Тем не менее, к ней как раз было физическое насилие применено. Ее перемещали с одной квартиры на другую, пристегивали батареи наручниками, насиловали, избивали и потом продали в другое агентство. Как удалось выяснить, спустя несколько дней девушке все же удалось сбежать. После чего она сразу обратилась в полицию. В целях конспирации сутенеры не оставались на одном месте и кочевали по съемным квартирам Казани. Для встреч ночных бабочек с клиентами компаньоны Сабитовой снимали самые обычные квартиры в типичных панельных домах. Причем продумывали они все таким образом, чтобы соседи и предположить не могли, что за стеной расположился настоящий дом терпимости. В публичный дом девушек привозили специально нанятые таксисты. Им причиталось по 5% от конечной выручки проституток. Стоит отметить, что сутенеры пристально следили за внешним видом своих подопечных. Для них был ряд определенных требований. В том числе, это касалось их внешнего вида. Они должны были следить за своей внешностью, проходить медицинский осмотр, быть с клиентами вежливыми, соглашаться на все их условия. В случае нарушений к ним предъявлялись штрафы в размере не менее 5000 рублей. Своей вины никто из обвиняемых так и не признал. По их словам, никакого принуждения не было. И девушки работали по собственному желанию. Как бы это все было не по моей воле. Но все же, за данную ситуацию, которая была, если она имеет место быть, я прошу прощения. Ваша честь, моя судьба, моя жизнь и счастье моих близких в ваших руках. Я был простым таксистом, простым водителем. Я попал не в то. Так попал. Ну, так получилось. Рузана Сабитова была приговорена к 9 годам лишения свободы. Ее помощник Эдуард Галеев приведет за решеткой 11 лет. Таксисты отделались 5 годами лишения свободы условно. Сегодня рано утром в поселке Мирный случился пожар. На улице Подпойменной загорелась баня и крыша жилого дома. Была угроза возгорания соседнего коттеджа. Подъехавшим пожарным удалось спасти двухэтажное деревянное строение. Также они потушили крышу дома. А вот баня сгорела полностью. Как удалось выяснить, буквально на днях хозяева поменяли печную трубу. Скорее всего, произошел перекал печи. Версия уточняется. Люди в пожаре не пострадали. По факту задержания Porsche Cayenne возбуждено уголовное дело. По статье «Незаконное приобретение хранения перевозка наркотических средств в особо крупном размере». Напомним, 17 июня на выезде из Казани автоинспекторы остановили дорогую иномарку. В автомобиле ехали двое жителей Сургута. После вопроса о наличии запрещенных предметов или веществ, стали заметно нервничать. Во время досмотра автомобиля в дорожной сумке полицейские обнаружили 6 килограммов наркотиков. Как позже показала экспертиза, это были амфетамины и гашиш. В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению канала поставки наркотиков. И еще одна серьезная авария. Она произошла сегодня на пересечении улиц Чернышевского и Гаяза из Хаки. На перекрестке столкнулись Opel Astra и Kia Ceed. Обе машины в результате аварии врезались в жилой дом. Пострадали пассажиры, находившиеся в салонах обеих автомобилей. Эльмира Галя Ахметова подробнее. Давайте без этого. Какая разница, как произошло? Водитель иномарки Kia двигался по улице Чернышевского, в то время как Opel ехал по Гаяза из Хаки. Столкновение машин произошло прямо на перекрестке. Девушка, я сейчас ничего пока не могу сказать. Была авария, вот видите, происшествие. Все, впоследствии тоже есть. По словам инспекторов, прибывших на место аварии, один из водителей нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора. В результате обе машины буквально влетели в жилой дом. Во избежание взрыва на место ЧП приехали пожарные. Ребра болят. В аварии водители не пострадали, чего не скажешь о пассажирах. Одна от госпитализации отказалась, вторая получила ссадины и жаловалась на боли в области груди и живота. Для обследования ее в больницу увезли медики скорой помощи. Приехали сюда из ближайшего Подмосковья, так сказать, в отпуск, когда они всего на пять дней. Вот сегодня ездили по паркам, рассматривали достопримечательности, ехали, возвращались в отель. Вот так случилось. По предварительной версии, виновникам ДТП могут признать гости столицы. Водители на марке Киа. На этом перекрестке есть камера наружного видеонаблюдения. И, судя по кадрам, именно он проехал на красный сигнал светофора. Продолжение следует...